дорогие друзья сегодня мы с вами поговорим об очень интересной теме вот ее тут название но это не совсем даже даже не совсем домашние кружки это гораздо все шире интересней и домашние кружки это один элемент из очень важной концепции которую необходимо понять значит я тут приготовил небольшую презентацию в рамках школы капитанов которые у нас традиционно проводится в этом месяце у нас школа 2 500 но это не важно это ничего не меняет и тема которую хочу сегодня предложить она не совсем связана с марафонами она связана просто с построением бизнеса и в том числе и с марафонами точно так же это актуально для клубов и это точно так же актуально вообще для всех супервайзеров и дистрибьюторов которые ведут свой бизнес вне зависимости от их модели по большому счету и когда мы говорим слово гибридная модель мы подразумеваем некую комбинацию нескольких различных видов работы которые нам необходимо совмещать как ни странно слово совмещать очень важное в нашем бизнесе нужно у нас есть разные активности и в том числе те которые мы иногда забываем делать и вот пришло время вспомнить некоторые вещи которые собственно говоря являлись фундаментальными для нас когда мы закладывали базу для нашего будущего бизнеса и и мы работали с людьми напрямую классическими методами так сказать прямых продаж в том числе домашние кружки но надо понимать что до 2008 примерно 9 года не было никаких ни клубов ни интернета ни социальных сетей ни марафонов ничего не было и поэтому на самом деле единственный способ встречаться с клиентами как раз было это было у них дома встречаться у нас не было офисов тоже не было если были у кого-то офис это они скорее были для тренинга они никак не связаны были с клиентами и и поэтому мы проводили презентации бизнеса туда приходили люди которым интересно услышать было о бизнесе а все же связано с клиентами происходило у них дома и все расширение углубления бизнеса и персональных объемов проходила у них дома потом через некоторое время мы знаете немножко подзабыли все это дело поскольку появились клубы когда появились клубы люди стали приходить к нам это нам сильно помогло это привело к большому росту и это было очень здорово но вместе с тем мы немножко потеряли вот этот навык встречаться с клиентом у него дома развивать его круг знакомых и мы стали скорее такими я это называю значит паук сидит в центре паутины ждет когда к нему прилетит туда залетит какая-нибудь муха вот а мы работали как раз по другому мы работали по принципу пчелы которая сама летает везде собирает значит нектар и она идет это значит вот мы идем туда где находится никто они мы сидим в центре и ждем когда кто-то прилетит поэтому значит мы всегда строили по принципу пчелы а через а спустя какое-то время спустя ну 18 лет после того как мы начали значит многие переключились на принцип паука и забыли навыки пчелинные навыки забыли вот это привело к тому что люди очень успешно строили первое поколение но имели трудности с углублением с дупликацией поскольку значит клиенты как правило были большей частью первого поколения соответственно трудно углубиться в своем персональном объеме и соответственно трудно начать выращивать под людьми какие-то структуры какие-то гроздья виноградные какие-то кружочки под кружочками и так далее и поэтому мало кто на протяжении многих лет мы все наблюдали в процентном отношении мало кто шел дуплицировать клубы хотя вроде как клубов было много но если посмотреть на количество дистрибьюторов которые в этом участвовали то в процентном отношении это было совсем небольшое количество вот и определенные навыки были утеряны потом появились интернет соцсети потом появились марафоны потом у нас прошла пандемия которая окончательно значит добила все что было связано с живыми встречами и так далее и сейчас у нас восстанавливаются клубы сейчас у нас процветают марафоны но вот навык встречи у клиента он был многими потерян а новыми супервайзерами он они даже его не успели освоить поскольку предыдущее поколение его утеряли а это на самом деле центральный вообще метод работы в индустрии прямых продаж и в нашем бизнесе в частности поэтому я сегодня немножко хочу об этом поговорить я буду говорить об этом как будто бы в рамках марафона но поймите правильно нету никакой нет никакой разницы между марафоном клубом и и вообще просто прямыми продажами те принципы которые буду здесь освещать и методы они не связаны с методом работы они связаны просто с концепцией правильного построения персонального объема который в конечном итоге должен превратиться в организационный и не просто в организационной том смысле что у меня появилось первое поколение супервайзеров она а все гораздо интереснее дело в том что я своими руками и правильными действиями могу построить сразу три поколения супервайзеров я смотрю на несколько поколений вглубь я строю несколько поколений вглубь как показывает практика это невозможно практически создать если я не пойду это создавать сам если они пойду встречаться с этими людьми а многие люди не приведут ко мне своих знакомых мы это тоже знаем статистически только каждый десятый клиент приведет своего друга и это совсем не говорит о том что что-то дальше произойдет ну привел друга получил какой-нибудь приз за это но это совершенно не означает что он и дальше будет кого-то приводить поэтому мы не в состоянии сегодня без некой концепции рабочей модели мы не в состоянии задействовать 9 из 10 наших клиентов я бы даже сказал на самом деле что 10 из 10 потому что там гораздо меньше цифры людей наших клиентов которые идут в конечном итоге что-то дуплицировать и строить бизнес поэтому на самом деле без некой серьезной модели налаженной работы нам трудно углубляться расширяться строить многоуровневый персональный объем слово многоуровневый персональный объем это вообще ключевой момент для построения организации многие люди еще раз привлекают очень много клиентов годами ведут свои клубы марафоны и все классно но у них не растет организация хромает дупликация или ее вообще нет и и многие люди задаются вопросом после нескольких лет работы а в чем дело я вроде столько всего сделал мне вроде столько и клуб и марафоны и все что хотите и гибридная модель так называемая да но но что то оно там внизу не растет оно там внизу не растет потому что мы в принципе строим первое поколение еще раз я буду сейчас говорить немножко вернусь к разговору о марафоне но важно я сделал это заявление это не имеет отношения прямого к марафону это имеет отношение к принципам построения организации поэтому это точно так же актуально для всех методов окей давайте идемте постепенно пойдем по презентации и дальше я вам расскажу что я имел в виду значит дате вспомним как выглядит наша команда марафонская для тех кто в марафоне для тех кто не в марафоне присоединяйтесь в марафон марафон работает делает свое свое дело и чем дальше тем лучше показатели у нас фантастический совершенно с точки зрения различных параметров этой модели она на сегодняшний день самая эффективная из всех моделей которые известны и описаны поэтому кто еще активно не занялся пожалуйста включайтесь в эту игру я вам напоминаю просто все это знают я надеюсь до основные принципы успешной системы марафонской для того чтобы она работала как надо и не буду еще раз в это дело углубляться это для того чтобы потом в конечном итоге вы получите эту презентацию поэтому вы можете не делать скриншоты можете не фотографировать она будет у вас да но я просто напоминаю основные вещи для тех если вы вдруг забыли что то то вот они здесь на экране основные принципы марафонской значит системы хотя мы будем говорить про гибридность тоже которая предполагает для ну гибридность контексте совмещения с клубом или клуба с марафоном означает что речет о людях которые делают клуб и еще делают кроме клуба еще марафон делают помимо этого или параллельно или вместе или как угодно но на самом деле гибридностью может быть еще и есть несколько понятий гибридности да это клуб и марафон например либо это например клуб и то о чем я буду сейчас говорить или это например марафон и то о чем я сейчас буду говорить или это все три у нас есть у гибридность есть три лица три лица первое лицо называется «Вы идете к нам», то есть если у нас есть клуб-офис, «Вы идете к нам». Второе лицо – это то, о чем я сейчас буду говорить, это называется «Мы идем к вам». Вы идете к нам, мы идем к вам. И третье – это значит «Мы работаем, встречаемся онлайн». Потому что в контексте марафона, например, там очень много внутри марафона происходит действие или внутри сообщества, которое находится где-то в чатах каких-то. И не обязательно мы идем к вам или вы идете к нам, потому что люди разбросаны по всему земному шару. И это не означает, что все со всеми физически встречаются. Поэтому тут есть три составные части. «Мы идем к вам, вы идете к нам» или «Мы встречаемся онлайн в рамках марафона или в рамках сообщества». Вот эти три, когда они хорошо вместе друг с другом работают, тогда у нас начинается совсем другое дело. Поэтому вот гибридная, идеальная гибридная модель, которая совмещает все три феномена. Окей. Значит, еще раз давайте вспомним, как выглядит бизнес-поток, который ведет нас от новых игроков до капитанов. Вы знаете прекрасно все эти слайды. Тут будет несколько всего буквально слайдов напомнить основные принципы. Сегодня мы будем говорить о том, как мы развиваем помощников капитанов, капитанов и лидеров. В рамках этой игры мы до сих пор говорили о построении команд, как создавать новые команды. Но мы в меньшей степени касались, как все-таки развить новых капитанов. Вот сегодня мы об этом поговорим. С точки зрения плана есть, значит, такой некий, знаете, такой быстро можно развиваться и медленно. У нас появляются новые помощники капитанов, которые привели, допустим, двух за собой друзей, двух клиентов в команду. Они становятся помощниками капитана. И дальше мы с ними садимся и планируем. Мы должны что-то планировать. Потому что если мы не планируем, он остается помощником капитана с двумя клиентами и дальше нет продолжения никакого. А нам хочется иметь это продолжение. Для того, чтобы было продолжение, нужен план. Для этого мы садимся вот с такой картинкой и обсуждаем. Мы хотим быстро двигаться или медленно. Быстро имеется в виду, мы будем добавлять по два новых клиента в неделю. Это не значит, что этот человек должен приводить двух новых клиентов в неделю. Это значит, мы будем вместе с ним это делать. Это совместный проект. Об этом и будет моя презентация. Но, в принципе, нужно поставить некую цель. Два в неделю. И либо, например, два за забег. На каждый следующий забег я буду добавлять двоих. Потому что у меня времени нет, я очень занят, и поэтому мне не до этого. Либо кто-то скажет, да, мне в неделю. Давай будем делать достаточное количество встреч. У меня есть некий круг знакомых. Все это будем делать вместе и будем создавать два в неделю или два за забег. То есть фактически в два раза быстрее или в два раза медленнее. Но это примерно. Как там дальше жизнь покажет, как это все будет развиваться. Но для начала некое видение, по крайней мере, как мы хотим двигаться в направлении капитанства. То есть человек уже понимает, он идет в капитаны. Он привел двух, а ему нужно прийти вот сюда. В капитаны. Когда у него есть уже две команды. У него есть 16 игроков. Две полных команды. Он у нас настоящий капитан. И он у нас молодец. Он у нас уже супервайзер. И уже скорее всего где-то или уже имеет две с половиной тысячи очков. Или близок к этому. Поэтому вот эта цель. Эту цель мы рисуем сразу новому помощнику капитану. Он должен знать, куда он идет. Если он этой картинки не видит, то он никуда и не идет. Поэтому все происходит спонтанно. Ну еще кого-то привел. Ну еще мы куда-нибудь с ним сходили. К кому-нибудь. Ну еще где-нибудь что-нибудь продали. Но вот так, чтобы был четкий план, когда он видит цель свою точно. Для этого нужно садиться вот с этой картинкой. Поэтому вот эти две картинки, предыдущие и вот это, они крайне важны для планирования и для того, чтобы у человека созрело понимание, что мы строим вообще. Потому что любой строительный процесс предполагает, что мы сначала смотрим на план здания, а потом мы идем его уже строить. Но план должен быть сначала. Человек должен понимать, куда он идет. Поэтому это две ключевых картинки. Напоминаю, что у нас есть некий план, который ну мы вот в последнее время его называем даже, я бы сказал, стандартным планом. 90-дневная квалификация в супервайзеры, в активные, в активные супервайзеры с нуля. Вот те, кто освоит этот план. То есть вот у нас был первый месяц, у нас есть клиент. Второй месяц те, кто мы ставим с ними некие цели. Да, если ему это интересно. Если у нас появилось два-три клиента, то он у нас идет вот первый месяц, так называемый нулевой, это игрок. Да, нулевой месяц. Мы его не считаем за, это не бизнес-месяц. Это месяц понимания, куда он попал. Первый забег, второй забег, это не важно. Но вот как только появился человек. Есть люди, которые после полугода созревают. Поэтому всегда, вот они до тех пор, пока они не дозрели до состояния помощника капитана, они у нас месяц ноль у них. Это не важно, сколько это по времени длился этот месяц ноль. Он может длиться год. Но вот как только он созрел и он стал помощником капитана, это, как правило, значит, нам двух клиентов нужно, чтобы под ним оказалось. Я тут вот написал, указал плюс три. Помощник капитана, значит, это он плюс три. Три это, потому что три это лучше, чем два. Если мы будем ориентироваться на три, то два будет скорее. Поэтому лучше ориентироваться даже на трех друзей, а не на двух. Два это формально, а вот три это уже что-то. Вот. Второй месяц мы строим, ну, тут нам нужно 500 очков, понятно, для того, чтобы обеспечить этих людей продуктом. Дальше уже мы не продаем его людям продукты. Дальше мы хотим, чтобы наш помощник капитана стал старшим консультантом, сделал заказ минимум на 500 очков и сам продавал продукты своим людям. Если они в этом городе, понятно. Если они в другом городе, то они, конечно, могут стать, допустим, привилегированными клиентами, сделать заказ самостоятельно. Но если мы говорим про этот город, то, конечно, нужно делать заказ на 500 очков и скорее обеспечивать клиентов продуктами. Второй месяц мы ставим задачу, нам нужно еще пять клиентов для того, чтобы закрыть первую команду и стать капитаном-стажером с одной командой. И на второй месяц мы делаем заказ в тысячу очков. Соответственно, у нас уже есть одна полная команда. Мы начинаем строить вторую команду, мы продолжаем строить, как было на предыдущем слайде. И у нас полторы тысячи очков есть. Соответственно, когда мы идем строить, это уже третий месяц пошел, значит, команду, вторую, то нам нужно первую обеспечить продуктом и теперь новую, которая строится. Поэтому рекомендация закончить квалификацию в супервайзеры. Потому что такому человеку, который без пяти минут супервайзер, нужен небольшой запас продукта иметь дома для того, чтобы обеспечить первую команду и вторую команду, которую мы строим. И поэтому можно вполне закрывать квалификацию, делать последний заказ, ставить небольшой запас продукта дома, привыкать к идее о том, что нужно создавать домашний склад, учить человека, как делать домашний склад, как его создавать, как его поддерживать, как деньги в обороте сохранять. И вот это все очень важные вещи, они реализуются в рамках вот этого вот 90-дневного плана квалификации. Все, что за пределами 90-дневного плана квалификации, оно тоже имеет право на существование, но я бы о нем не говорил с активными людьми. А потому что люди, которые не совсем активные, они будут накапливать свой квалификационный объем супервайзерский за полгода, за 9 месяцев, за 12 месяцев. Такие люди не станут активными супервайзерами, это просто будут супервайзеры, клиенты со скидкой 50-процентной, мы их любим, ценим, уважаем, но это к бизнесу не имеет прямого отношения, это все еще клиент. А я сейчас говорю про людей, которые заинтересовались двигаться вперед. Поэтому у нас с ними 90-дневный план квалификации, как будто больше ничего не существует. Такая идея активного развития. Окей, значит, теперь нам нужно, мы же хотим дупликацию получить, мы хотим, чтобы наши супервайзеры действовали, чтобы у нас появлялись новые активные супервайзеры и дальше бы они действовали бы самостоятельно и двигались вперед. И строили свой бизнес. Но это процесс. И у него есть два условия очень важных. Первое условие это количество команд, если мы говорим про марафон. Если это не марафон, то это количество людей в клубе, допустим, если речь идет про клуб. Если это и не клуб, и не марафон, то это просто количество клиентов всех видов в персональном объеме. Есть люди, которые работают из дома, не могут себе позволить ни то, ни другое или не участвуют ни в том, ни в другом. И они просто вот супервайзер, у которого есть клиенты, имеют право. Мы, конечно, понимаем, что такие люди находятся в очень невыгодном состоянии, я бы сказал, потому что у них нет модели, которые надо дуплицировать, нет бизнес-модели. Поэтому мы, конечно, считаем, что обязательно нужно иметь модель. Марафоны, клубы или клубы и марафоны вместе. И еще лучше, да? Но тем не менее, если даже у человека нету, он не может себе позволить или он, в общем, не участвует пока ни в чем. Тем не менее, количество клиентов – это ключевой момент. С пятью или десятью клиентами каши не сваришь, нужно иметь 50. Понимаете? Трудно обслуживать 50 клиентов, не имея бизнес-модели, это понятно. Поэтому ее обязательно нужно иметь. Но еще раз, количество клиентов, партнеров, таких, других, привилегированных, полных, неважно, нам нужно иметь много клиентов. В контексте марафона – это количество команд. Какое-то минимальное количество команд, когда мы можем ожидать нормальную дупликацию – это пять. Поэтому у меня призыв ко всем активным супервайзерам, активным капитанам, которые еще не имеют пять команд, сфокусироваться на построении пяти команд. Как минимум. И если у вас сейчас есть две или три команды, поставьте себе цель добавлять одну команду в месяц и до конца этого года всем выйти на минимум пять команд. Потому что, ну, статистически трудно ожидать и развивать и найти достаточное количество людей, если у вас нету как минимум сорока активных клиентов в персональном объеме. Я сейчас говорю про команды в персональном объеме, хотя некоторые туда добавляют своих супервайзеров, клиентов. Ну, ничего в этом плохого нет, конечно, добавлять в команды супервайзеров, клиентов своих. Но надо понимать, что когда мы говорим о дупликации и поиске новых интересных людей, речь идет, конечно, о командах в персональном объеме прежде всего. И второе условие – это структура команд. Структура команд является ключевым условием для формирования будущего, будущей организации. Сейчас мы об этом поговорим. Окей, значит, давайте еще раз вспомним нашу некую лестницу, продвижение вперед наверх в рамках марафона. Нам нужно выйти вот сюда, значит, в зеленую часть. Это я сейчас к вам обращаюсь. Нам нужно все быть вот в зеленой части. Там мы растем с пяти команд до десяти команд. Это то, что мы строим. Потом там у нас появляются новые супервайзеры. Они выходят из нашего персонального объема. У нас уменьшается количество команд. Мы падаем на предыдущие ступеньки, строим новые команды, идем на верхние ступеньки. Опять появляются новые супервайзеры, уходят из персонального объема, становятся сами независимыми капитанами, забирают свои команды, уходят к нам в организационный объем. Мы падаем на предыдущие ступеньки, потом мы идем опять наверх. И вот такая, знаете, такая вот постоянная, постоянный процесс роста и перехода новых команд и новых капитанов в организационный объем. Так строится наш организационный объем в конечном итоге из персонального. Вот. Поэтому вам нужно, ребята, всем быть, находиться в зеленой зоне. В зеленой зоне. Это там, где происходит строительство. Вот эта розовая зона, она это тут, где мы строим, конечно, здесь мы бизнес. Мы разбираемся во всей этой теме, мы учимся быть независимыми супервайзерами активными, но это еще недостаточно для того, чтобы заложить серьезную базу для дупликации. Теперь структура команд. Вот тут вы видите пример одноуровневая команда, так называемая. Даже в многоуровневом бизнесе. Вот если у нас все 8 человек в нашей команде, это все мои первого поколения, мои клиенты, ну или партнеры, или клиенты, это не суть. Но все мое первое поколение. Здесь нет ни одного помощника капитана с двумя людьми, никого. Только вот я и все мои клиенты. У такой команды нет шансов на дупликацию, потому что здесь нет растущего капитана. Это мы понимаем. Если у человека таких три команды и никаких других нет команд, то у него нет шансов для дупликации. Пока что он еще не заложил базу для дупликации. Сейчас мы поговорим о том, как это делать. Вот если это новая команда, относительно новая, ну это здорово. Но если прошло несколько месяцев, и мы все еще у нас все команды одноуровневые, это означает, что мы пока что не создали условия для дупликации. У нас пока что организационного роста нет, не наблюдается его, потому что все команды одноуровневые. Для того, чтобы понять, у меня команда вообще одноуровневые или многоуровневые, вам надо их рисовать, ребята. Рисовать кружочки, вернуться к кружочкам, к нашим старым добрым кружочкам. И я вам всем рекомендую, значит, для этого создать и открыть презентацию в PowerPoint и на каждой странице рисовать. Каждая страница посвящена следующему первому поколению. Клиенты, партнеры, это совершенно не важно. Но вот все первое поколение в персональном объеме. И дальше вы смотрите под кем что есть. Или нет, или вы не сделали работу, или мы, может быть, можем еще углубиться на одно поколение. В общем, надо начинать рисовать кружочки, при том, что не на одной странице все кружочки. А посвятите каждому, в PowerPoint он стерпит это дело, каждому клиенту и партнеру посвятите отдельную страницу в PowerPoint и попытайтесь развить их круги знакомых и под ними бизнес. Мы перейдем сейчас уже к практике, как это делать, а пока что мы все еще здесь. Так вот, еще раз, если это новая команда, это нормально. Вот так она и должна выглядеть. Но если это команда, которая уже несколько забегов бежит, и там все еще не выявился никакой, или вы точнее не выявили, не сам выявился, а вы не выявили и не создали помощника-капитана, и под ним есть люди, и они их привели, и у них есть звездочки. Помните, да, они же звездочки получают их клиенты, их игроки. Если всего этого нет, то мы пока что, эта команда никуда не движется с точки зрения будущей дупликации. Вот. Теперь вот второй вариант, значит, структура команды. Многоуровневая структура команды, это когда у вас есть помощник-капитана, и когда под ним есть уже люди, и желательно даже не в одном поколении, а в двух, в трех. Это означает, что вы правильно строите команду. Может быть, это уже более продвинутый этап какой-то команды, или какая-то команда, которая строится вокруг нового помощника-капитана. Но вот это вот так оно должно выглядеть, если вы хотите, чтобы отсюда что-то выросло. Поэтому нужно будет все время смотреть, что мы строим дальше, следующие поколения, под нашим новым клиентом, помощником-капитана. Какой бы у него статус ни был, в общем, нам нужно углубляться и расширяться под ним. У такой команды высокие, значит, статус, высокие шансы дупликации. Теперь вот мы переходим к ключевому моменту. Еще раз, это не связано с методом работы. Это совершенно классический принцип построения организации. Нам необходимо держать в голове, когда мы начинаем работать с нашим первым поколением, понимать, зачем мы строим первое поколение. Зачем мы вообще строим? А строим мы для того, чтобы выявить интересных людей и с ними попытаться пойти вглубь, строить вглубь. Шесть поколений вглубь нам нужно построить, умудриться под людьми. Теперь вы скажете, конечно, ну не все же пойдут это делать. Ну нам нужно попытаться со всеми. Я вам сейчас расскажу, как это сделать. А там дальше как карта ляжет. Значит, там дальше уже мы не контролируем. Мы не все контролируем. Мы только некоторые действия контролируем. Вот о них мы и будем говорить сегодня. Но надо держать в голове вот это. Вот такую картину. Если вы хотите строить глубину, то вот вам нужно строить уже в персональном объеме сразу много поколений вглубь. И не думать. Я вот вижу людей, которые, например, ну я приведу пример. Буквально несколько дней назад у меня была встреча с супервайзером, у которого более 60 клиентов и партнеров в первом поколении. И может быть 2-3-5 человек во втором, кто-то кого-то привел. Клуб, да, клуб. И все. И больше ничего там нет. И я спрашиваю, чем занимаешься, дорогой? А он говорит, я, говорит, привожу я вот за последнюю неделю. Это не первое мое поколение. Значит, там какое-то, я думаю, четвертое или пятое поколение. И вопрос, значит, встает, чем ты занимаешься? Он говорит, я, говорит, нового клиента привел за последние там два дня. А за предыдущую неделю еще, значит, 3 или 4 клиента. И все время много новых клиентов. Очень хорошо идут опросы на улице. Очень хорошо в соцсетях человек работает, привлекает людей в свой клуб. И клуб работает. Все в порядке. Вообще никаких жалоб. Все отлично. Но движения нет. Движения нет, потому что, значит, вот есть 60 постоянных клиентов. Из них, допустим, человек 10, там 7-8-10 уходят. А потом еще 7-8-10 новых добавляется. Тоже в первое поколение. Он сам продавец. Он прекрасный продавец. Он делает отличные совершенно презентации. Молодчина. И, но углубляться никто не собирается. Я говорю, а ты зачем всех этих людей привел? Чтобы что? Ну, как, говорит, ну вот объем, деньги, все работает. Я говорю, и давно это у тебя так? Он говорит, это примерно 3 года. Это все. Ну, вот как пандемия закончилась и открылся клуб заново. Вот, значит, с тех пор вот у меня вот стабильный персональный объем. Там условно там какие-то 5-6 тысяч очков. И стабильное относительное количество людей. Есть там пара супервайзеров в организации, но оно дальше не растет. Поскольку нет фокуса вообще на росте организации. На построение организации фокуса нет. Есть только один фокус на привлечение новых клиентов и опять в первое поколение. Когда у человека нету клиентов достаточно в первом поколении. Допустим, их 5 или 10 или 15. Ну, конечно, надо расширяться. Конечно, надо иметь 40, 50, 60 стремиться в первом поколении. Для чего? Для того, чтобы выбрать людей и идти вглубь. Строить вот то, что вы сейчас видите на экране. Если не ради этого мы строим, то тогда мы, получается, не пользуемся всеми прелестями многоуровневого бизнеса, нашего маркетинг-плана и остаемся просто продавцами на многие годы. Обслуживаем клиентов, все отлично, зарабатываем деньги, покрываем расходы, имеем там, не знаю, одну-две-три тысячи долларов в свободные или не в свободные, да, часы. И как-то живем, и так все в порядке. Но вот мы не пользуемся второй главной частью маркетинг-плана, которая позволяет строить организацию. Потому что там нет фокуса. Потому что этому человеку прекрасному, ему гораздо легче выйти и найти нового клиента, чем организовать процесс построения организации. Поэтому я сегодня как раз с вами хотел поговорить о процессе построения организации через правильно организованную работу с нашими клиентами. Я надеюсь, что все поняли этот принцип и можно переходить к практическому разговору. Как построить многоуровневую команду или многоуровневый клуб? Значит, давайте это обсудим. Значит, смотрите. Я не знаю, кто-то помнит вот такую картинку, кто-то не помнит такую картинку. У каждого нашего клиента, неважно, какой у него статус, он приходит к нам не сам по себе. Он приходит со своим кругом знакомых. Ну, он его еще не привел, но он у него есть. И вот наша задача с вами обратиться к его кругу знакомых, нам обратиться. Не ему обратиться, а нам обратиться. Он сам не знает, как обращаться. Он не умеет, он не понимает, он не сделает ничего. Ну, некоторые люди очень редкие что-то делают, но в принципе, как я уже сказал, 90 плюс процентов людей никого не приведут, ничего не сделают, ни с кем не поговорят, будут сидеть тихо, пить дома коктейль и чай или к вам в клуб ходить тихо, но они ничего не сделают. А если даже вы их сильно заставите в хорошем смысле и будете их стимулировать, ну, они сделают один раз для вас. Но это ни к чему не приведет. Клуб придут только те люди, которые, ну, скорее всего, живут рядом с клубом. В марафон, ну, может, кого-нибудь добавят, но это ни о чем не говорит. В общем и целом вывод такой, это не их работа, это ваша работа. Ну, наша эта работа. Развивать их людей, развивать их круг знакомых. Поэтому это мы обращаемся. Мы к их людям. А они должны нам только, мы с ними должны договориться о том, как мы делаем, как мы открываем эти двери. Мы вместе открываем двери к их людям и дальше мы делаем эту работу. Мы разговариваем с их знакомыми. Вот представьте себе, что вот у нас есть там 10 человек условных знакомых, близких относительно. И мы должны с ними поговорить. Мы сами. Супервайзеры, уже стоящие опытные. И вот говорим, давайте идемте к нам. Не важно, куда к нам. Клуб, марафон, это не важно. Продукт просто, да, программа. Не важно, куда. Идемте к нам. И вот кто-то говорит, значит, спасибо, неинтересно. Потом следующий говорит тоже нет. Следующий говорит нет. А кто-то говорит да. И вот тот, кто говорит да, вокруг него открывается следующий, ну он становится клиентом, и вокруг него открывается следующий круг знакомых. Еще 10 человек добавилось. Следующий круг знакомых. Кто пойдет развивать этот круг знакомых? Опять я. Потому что больше тут нет никого. У меня есть один новый клиент, и под ним появился еще один новый клиент. Они вообще никакого отношения не имеют к развитию бизнеса, к углублению, к расширению, к продажам, к обслуживанию клиента. Они просто сами клиенты. Причем даже если они подписались вчера и стали партнерами, это вообще ни о чем не говорится, потому что они все равно ничего не понимают и не знают, как это делать. У них нет навыков. Поэтому опять их функция – это открыть двери для меня. Других функций никаких нет у нового клиента. И даже у нового партнера нет никаких функций других. Он учится, понятно, набирается знаний, навыков и так далее. Но его основная функция – это открыть двери для меня. А если я умею создать вот этот процесс, чтобы они нам открывали двери, ну тогда мы пойдем. Тогда у нас границ нету, потому что у каждого человека есть много знакомых. И вот эту картину надо держать в голове. Едем дальше. Вот этот вот значок в центре этого круга – это, значит, подключенный клиент из марафона. Но здесь может быть любой клиент совершенно. Это не про марафон, это вообще про принцип. Ну вот. Теперь, соответственно, если мы идем дальше, то наша задача через его круги знакомых – выйти на круги знакомых следующего поколения, а потом следующего, а потом следующего, а потом следующего. И мы не останавливаемся. Это как раз развитие вот той предыдущей картинки, где мы строим шесть поколений вглубь. Просто здесь мы поясняем о том, что это происходит через круги знакомых, и это делаю я. И там будут люди, которым это неинтересно, но будут люди, которым это интересно. И это моя работа – пойти и развить эту всю ветку. Ветка называется. Ветка – слово. Такое всегда у нас было. Ветка. Вот эту ветку надо развивать. Если речь идет про марафон, нам нужно строить многоуровневую команду марафонскую под нашим новым, значит, помощником капитана. И вот мы создаем нового капитана. Из его людей и людей его людей. Либо если речь идет про клуб, то принцип все тот же самое. Если мы хотим увидеть нового организатора клуба, будущего, то нам все равно нужно делать все то же самое. Идти и строить людей под нашим, идти строить новый круг клиентов под нашим новым партнером. Он может быть младшим партнером клуба или нет. Еще это совершенно не важно. Но мы идем развивать его ветку, понимая, что если мы ее разовьем, причем она не обязана быть клубной веткой. Она может быть какая угодно. Люди могут быть где угодно. Поэтому нам и нужна наша гибридная модель, которая совмещает и клуб, и марафон для того, чтобы те люди, которые не могут, не хотят, не готовы ходить в клуб, чтобы они могли присоединиться в марафон. Чтобы у них была система, куда они присоединяются. А как мы знаем, большая часть людей в клуб ходить не будет, потому что они не живут в этом районе. Они живут в другом районе города, либо они работают утром. В общем, это 99% людей, которых все друг друга знают во всех поколениях своих связей. Они не клубные люди, они не живут в пяти минутах в радиусе, значит, каком-то там пяти минутах ходьбы или езды от клуба. А поэтому они живут в самых разных районах города и в других городах, и вообще в других странах. Поэтому нам необходим марафон в любом случае. Есть у нас клуб, нет у нас клуба, нам нужен все равно марафон, потому что это универсальный метод присоединения всех людей в одну и ту же систему и в одно и то же сообщество. Но смысл вот этой картинки заключается в том, что мы, они нам помогают, мы им помогаем открывать двери, и мы туда идем, и мы там делаем всю работу. Как мы ее делаем, сейчас поговорим. У нас есть два вида взаимодействия с людьми. Первый – это онлайн, второй – это офлайн. Онлайн – это мы, как правило, значит, когда мы не можем с людьми встретиться, мы с ними встречаемся, допустим, в зуме или где-то на другой платформе, и мы с ними разговариваем. Тройные встречи в зуме, так называемые. Это очень просто все организовать. Новый партнер наш или новый клиент, он, значит, разговаривает с человеком, мы присылаем ссылку, организуем звонок, и вот мы уже разговариваем. Это очень просто. Но если человек находится, живет недалеко от того места, где живет наш клиент, то нам лучше, конечно, с ним встретиться у него дома. Я сейчас объясню, почему. Даже не у нас в клубе, а именно у него дома. И сейчас мы будем о этом говорить. Это такая некая подтема под названием «Домашние кружки». Это такая подтема. Она окажется очень важной и не тактической, а стратегической, потому что именно так мы бизнес-то и построили в свое время до появления клубов интернета, соцсетей, марафонов и всего остального. Но сейчас мы ее начинаем говорить, как будто бы она тактическая. Когда вы пойдете строить, вы поймете, что она, в принципе, вообще стратегическая тема. И это одна из трех частей гибридной модели. Поехали. Домашние встречи и кружки. Значит, мы делим это на, на самом деле, на две части. Есть домашние встречи, есть домашние кружки. Сейчас объясню, в чем разница. Нужно понимать, что это не случайные события, а это строго организованный процесс построения организации вообще. Организации. Построение организации. Вы увидите, дорогие друзья, когда вы пойдете это делать системно. Не случайно, а системно. Вы поймете, что домашние кружки – это построение организации. И вот мы сейчас переходим к разговору непосредственно, как это сделать, как организовать все эти встречи, какая последовательность, что мы делаем на самих встречах и так далее. Первая домашняя встреча. Речь идет о новом клиенте. У вас появился новый клиент, мы должны к нему попасть домой. Встреча без гостей – это не домашний кружок, это просто домашняя встреча. Мы ее даже не называем домашним кружком. Ну, можете называть, если хотите. Я ее называю просто домашней встречей, потому что для меня домашний кружок – это когда уже есть гость. Но еще раз, это вопрос семантики, это неважно. Значит, какие цели у нас? Цель у нас – познакомиться с семьей. Это крайне важная цель, крайне важное явление, потому что, как правило, мы, когда приходим к людям домой, точнее, не приходим к людям домой, когда они дома находятся, если нас там не было, и мы с семьей не познакомились и не вовлекли эту всю семью в наш процесс, то зачастую там есть сопротивление. Сопротивление и иногда немаленькое сопротивление, которое выбивает нашего клиента из процесса. Мы это знаем. Нам там нужно появиться и попробовать на свою сторону всех там перетянуть. Второе – это строить отношения. Отношения строятся, когда мы ходим друг к другу. Если они были, если наш клиент приходил ко мне, допустим, в клуб, то я, конечно, должен идти к нему домой. А некоторые думают, только зачем я к нему идти, если он ко мне ходит. Это и есть главная ошибка. Вот это и есть главная ошибка, которая появилась в 2008-2009 годах, когда появились клубы, появилась и ошибка тоже вокруг этого всего явления появилась, которая говорит о том, что мне теперь туда ходить не надо. Они же ко мне ходят, зачем мне к ним ходить. Это и есть главная ошибка. Потому что там мы как раз и теряем весь потенциал развития бизнеса и ограничиваемся просто потреблением. Это нужно понять. Мы отказываемся от развития бизнеса и ограничиваемся просто потреблением. Вот что и происходит, собственно говоря, с большинством наших клиентов и партнеров. Мы не используем тот потенциал, который есть, потому что мы туда не пошли, там, где он находится, этот потенциал. Мы туда не пошли, потому что нам неохота, нам легче туда не ходить, нам легче сидеть у себя в клубе и к нам кто-нибудь придет. Вот. Строить отношения. Это там все происходит. Привлечь членов семьи к использованию продукта. Это там происходит. Это не в клубе и не в марафоне. Это там у него дома, у родного. Создать условия для организации первого домашнего кружка с гостями. Мне там нужно сначала самому появиться для того, чтобы создать условия, для того, чтобы организовать этот домашний кружок. Вот так оно работает, дорогие друзья. Сразу люди не готовы. А многие говорят, а я что-то не получается у меня домашние кружки назначать. Конечно, не получается, потому что мы не создали для этого условия. Условием для организации домашнего кружка является первая первичная встреча у клиента дома, если он живет в нашем городе. У клиента дома без гостей. Без гостей. Нужно снять определенное напряжение, которое существует в воздухе. Оно существует, потому что у нас для начала еще нету того уровня взаимоотношения и доверия. Поэтому нам там нужно появиться для того, чтобы потом появился этот, для того, чтобы построить вот это доверие. И уже там мы договариваемся и обсуждаем домашний кружок. Поэтому нельзя перепрыгивать через вот этот этап, иначе оно не работает. Дальше. Как мы обсуждаем первую домашнюю встречу без гостей? Мы с ним обсуждаем с новым клиентом. Во время продажи мы уже сразу об этом говорим. Сразу. Прям вот продукт он покупает первый раз. Новый клиент совсем. Очень важно. Мы сразу же объясняем, что у нас за процесс, как мы будем работать. Мы говорим о том, что у нас есть клуб. Вот абонемент. Клуб. Молодец. Здорово. Потом у нас есть, значит, марафон. Если в марафон, это совершенно не важно, да, какой, куда мы их добавляем и куда они начинают ходить. Главное, что мы говорим следующее о том, что вы к нам приходите. А вот в течение первой недели мы идем к вам для того, чтобы помочь вам наладить питание дома, которое у вас происходит. А это 80% всего процесса связанного с питанием. Оно происходит не в клубе, не в марафоне. Происходит дома. Ну, у кого-то на работе, у кого-то на работе и дома, а у кого-то дома. Значит, ну, дом очень важен, потому что все-таки там есть холодильник, там мы готовим пищу, туда мы покупаем еду в магазине, там мы кормим наших родственников, всю семью. Поэтому 80% по статистике всех срывов, ошибок в программе снижения веса и правильного питания происходит дома. Поэтому мы к вам приходим домой. Я вам принесу очень интересный инструмент, который называется таблица гликемических индексов, говорю я. Я вам помогу наладить процесс, точнее не наладить процесс, а научиться готовить список на основе таблицы гликемических индексов, готовить список для покупок в магазине, для похода в магазин. Мы с вами все это проработаем, что покупать, что не покупать, что больше, что меньше, говорю я. Вот такую таблицу я вам принесу, показываю я таблицу прямо. Говорю, вот таблица, я вам ее принесу, мы ее повесим четырьмя магнитиками, прикрепляем к холодильнику и вы знаете, что покупать, что не покупать, что готовить, что не готовить. Тут есть три части, тут есть таблица гликемических индексов. Я понимаю, что вы не знаете, что это такое, но я объясню. Это очень важный инструмент. Он говорит нам, что покупаем, что не покупаем в магазине, из чего готовим. У нас здесь есть таблица всех индекс питательной ценности продуктов. Еще одна таблица очень важная, исходя из которой мы понимаем. И здесь есть еще одна таблица белковых трапез, белковых порций, чтобы было что выбирать правильно и так далее. У кого-то это находится в виде вот такой таблицы, у кого-то в виде брошюры, но мы к вам приходим, и вот я вам это приношу, и мы дома смотрим, как оно все устроено, ваша жизнь там дома, и я вам принесу вот все эти материалы, и мы с вами будем, я вас научу, как правильно готовиться к покупке еды, что покупать, что готовить дома, как семья должна там завтракать и так далее. Все посмотрим и поговорим, когда вам удобно на следующей неделе, спрашиваю я. Кто у вас там дома, мы спрашиваем, естественно, интересуемся семьей, потом мы говорим, что мы еще принесем, я принесу вам, приготовлю вам вкуснейший коктейль, вкуснейший рецепт коктейля, который вы никогда не пробовали, очень вкусный, новый. И давайте сейчас обсудим, когда на следующей неделе вам удобно в среду, или в четверг, или во вторник. Все. Другими словами, новый клиент сразу с первого момента знает, что следующий этап в наших отношениях это встреча у него дома. Это не является ни для кого сюрпризом, я не должен ничего организовывать, я не спрашиваю ничего, разрешение. Я просто ставлю человека перед фактом, что в рамках нашей работы с ним, наше следующий этап, следующая станция нашего поезда, это у него дома, куда я приношу рецепт коктейля новый, я приготовлю вам прямо дома коктейль, я принесу все свое. Очень интересная вещь. Вы можете еще сказать, я вам принесу, не знаю, там, какой-нибудь новый интересный рецепт кулинарный, но только он должен быть легкий. С кулинарией главное не переборщить, потому что можно сделать что-нибудь такое совсем тяжелое, и наоборот, человек испугается. Поэтому с этим, эту тему не обязательно развивать, ну, может быть, у вас есть готовые, не знаю, там, простейшие вафли, окей, чтобы не заниматься сильно кулинарией и не трать на это время, потому что не в этом смысл, вы сейчас поймете, что не в этом смысл. И вот мы со всеми познакомимся, все вам покажем, таблица гликемических индексов и все остальное, все, что я сказал. Вот, вам удобно когда. И вот, в общем, все, вот мы назначили. Мы назначили, у нас, у нас нету никаких других сомнений по этому поводу, что мы назначили. Теперь у человека, конечно, есть право сказать, ты знаешь, что это все очень здорово звучит, но я пока не могу, у меня там дома там ситуация, не могу. Окей, когда? Давай тогда. Сейчас неудобно, давай посмотрим еще через неделю. То есть у меня в голове нету такого, значит, сценария, что мы этого не сделаем. Такого нету. Мы обязательно это сделаем, если сейчас неудобно, на этой неделе неудобно, боится, не знаю, муж или еще какие-то там обстоятельства, работа, семья, всякое бывает. Ну, окей. Некоторые люди говорят, ты на следующей неделе и вообще ко мне домой никогда ни ногой нет вариантов. Все. Потому что там у меня вот так вот. Ну, окей. Мы это примем, дорогие друзья. Мы это примем. Но это исключение из правил. Это надо понимать. А правилом является вот мы на следующей неделе у вас дома. В момент продажи не оставляйте это на через... Давайте завтра обсудим. Это будет большая ошибка. Очень большая ошибка не обсудить встречу домашнюю в момент продажи. Едем дальше. Теперь что делать со старыми клиентами? Старые клиенты. Мы им говорим о том, что ну мы же с ними уже давно работаем. Чего это вдруг вы ко мне домой решили идти, да, спросит наш клиент. Мы же с вами знакомы уже полгода. Вот. Поэтому вам нужна какая-то причина. Причина это, допустим, месячник семьи и сбалансированного питания дома. И вы объясняете вашему клиенту. Это индивидуальный разговор. Всегда индивидуальный разговор. С большим энтузиазмом с вашей стороны. Вы говорите человеку, что, значит, почему мы устроили такой месячник. Потому что 80% всех ошибок и срывов происходят дома. Не в клубе у нас, а именно дома. Поэтому у нас сейчас идет месячник здорового питания дома и семьи. Мы вам с вами поговорим о том, как покупать продукты в магазине, готовить еду дома, вне дома, где угодно. Я вам принесу таблицу гликемических индексов, если вы еще ее не вручили клиенту, то вот самое время это сделать. Мы, кстати, планируем выпустить новую обновленную брошюру. Очень интересную с гликемическими индексами и несколькими другими сопутствующими материалами. Скорее всего, до конца года. А пока что не теряйте время. Распечатайте, у кого есть таблицу гликемических индексов. Или вот есть брошюра с гликемическими индексами, которая была у нас в рамках группы поддержки, если помните. Поэтому и идите к клиентам уже сейчас. Не надо ничего ждать. Я думаю, что через несколько месяцев появится такая обновленная версия интересная. И мы это, наверное, представим, может быть, на школе лидеров в январе-феврале. Но сейчас нужно очень просто вот это пойти, распечатать, заламинировать, и у вас есть готовый инструмент. Мы опять говорим все то же самое. Мы идем к вам. Я вам принесу это. Расскажу, какие правильные перекусы новые. У вас, кстати говоря, есть еще. Появились теперь эти самые, как фамилия, значит, чипсы. Принесите чипсы попробовать людям. Скажите, что я вам принесу новый продукт домой. Что вы познакомитесь с семьей. Это очень важно. Что вы принесете новый вкуснейший рецепт коктейля. Сделаете. Или новый кулинарный рецепт, если это старый клиент, и он уже все перепробовал. Что-нибудь надо придумать. И когда удобно, на следующей неделе. Я к вам заеду. Не надо спрашивать разрешение. Не надо ничего предлагать. Надо вот объяснить, вот почему, зачем. Почему сейчас. Почему домашняя встреча, почему сейчас. И, между прочим, собственно говоря, ничего из этого не надо делать такого большого. Конечно, без гостей. Просто первый раз прийти домой. Если вы еще не были у этого клиента. Окей. Значит, это так мы назначаем первую домашнюю встречу без гостей. очень красиво, элегантно. Ставим всех перед фактом, что это очень важно, что это именно сейчас. Назначаем встречу. Я к вам заеду. Полчаса времени. Все. Все привезу, все покажу, все приготовлю. Очень интересно. Делать это надо вечером. Потому что, как правило, вечером, вся семья вечером. А вам именно семью нужно всю. Всю семью нужно встретить там. Поэтому это надо делать вечером. Но иногда в выходные люди согласны. Но чаще всего у них какие-то бывают другие планы выходные. Вот. Поэтому вечернее время самое удачное. Едем дальше. Да. Еще один момент. Есть люди, которые клубы ведут. Вечерние. Мне кажется, что ну вот у них есть утренний клуб, и еще есть вечерний. И к ним туда люди ходят, которые утром не могут в клуб прийти. Они приходят вечером в клуб. Я думаю, что это не совсем оптимальное использование времени. Поскольку вечер должен быть посвящен как раз развитию бизнеса. Развитию организации. Нужно строить вглубь и вширь. А не кормить клиентов. Вы же не кафе. Правильно. Вот они утром пришли, все там все съели, выпили. И все. И на этом закончился. Кормление утреннее закончилось. А вечером нужно строить бизнес. Вот, например, идти к людям домой – это строить бизнес. Углубляться еще на одно поколение – это строить бизнес. Развивать круг знакомых нового помощника-капитана – это вот как раз строить бизнес, строить организацию. Поэтому вечера, мне кажется, должны быть свободны как раз для развития глубины. А утром – ширина, а вечером глубина. Вот такая вот интересная комбинация. Переходим дальше. На первой встрече. Что мы делаем на первой встрече? Не приглашаем гостей. Это очень важно. Ничего не продаем. Это очень важно. Мы ничего не предлагаем купить. Обратите внимание. Иначе к вам потеряют доверие. Они поймут, что вы к ним пришли что-то продать. Этого делать нельзя. Не читаем никакие скучные лекции по питанию. Мы это не делаем. Если это не клубный клиент, то можно провести легкую версию wellness-теста, если еще его не было. Тогда мы идем, берем тониту с собой и проводим там wellness-тест, но такую легкую версию, чтобы не перегружать публику, потому что не для этого вы на самом деле пришли. Но если это не клубный клиент и еще не было wellness-теста, то вот как раз домашняя встреча для этого подходит. Знакомимся с семьей. Строим отношения. Легкое и короткое обсуждение общих принципов работы с таблицей гликемических индексов. Я же обещал ее принести. Правильно? Вот я ее принес. Буквально несколько слов. Не надо из этого ничего делать. Никаких скучных лекций. Пожалуйста, у меня к вам просьба. Не надо заниматься продажей. Домашняя встреча – это не продажи. У нее другая цель совсем. Это открыть двери в новые комнаты. Такая вот цель. Наладить отношения, открыть новые двери. Поэтому не, пожалуйста, публика будет ждать, когда вы уйдете. Как только вы переходите вот в эти скучные лекции, убеждения, там какие-то дополнительные аргументацию, то вы теряете людей. Вы не для этого туда идете. Вы идете туда строить отношения, разговаривать на самые разные темы. Надо учиться общаться. Если мы забыли, как общаться вне текста по продаже продукта, значит, надо восстанавливать общение с людьми, знакомиться с семьей, разговаривать с детьми, с мужем, с женой. И надо совсем, надо нормально просто по-человечески общаться с людьми, интересоваться ими и так далее. Дальше мы обсуждаем таблицу гликемических индексов, как мы уже сказали. Буквально три минуты максимум, понимаете, объясняем пять минут максимум. Как делать список, как готовиться к походу в магазин, если эта тема еще не обсуждалась. Либо просто подарили, повесили, вручили, если уже эта тема обсуждалась и все знают. И мы вовлекаем всю семью в приготовление коктейля вкуснейшего и напитка травяного с растительным напитком алоэ. Участвуют все, танцуют все. Так вот, вот это главный момент, собственно говоря, который здесь обязан произойти после того, как вы со всеми поболтали обо всем, но недолго. Десять минут, пятнадцать минут, максимум, и все, и вы должны быть уже на кухне. Не нужно устраивать длинных скучных встреч и посиделок, потому что ваша задача вовлечь всех в приготовление вкуснейшего коктейля. Теперь, естественно, вы можете прийти домой, а там люди, допустим, ужинают. Ну, семейный вечерний ужин пришел, муж с работы. Поэтому, когда вы назначаете встречу, важно спросить, когда у вас ужин семейный. Это важно знать, чтобы вы не попали на семейный ужин. Вот и все. А так, в принципе, там можно быть до ужина, после ужина. Приготовить и попробовать рецепт новой коктейля, интересный, никак не мешает ужину, потому что это же, ну, все-таки мы, это не вместо ужина. Поэтому это просто вот мы здесь и вот мы тут общаемся. Главное, не попасть на сам ужин. Спросите, когда удобно, когда все дома и когда удобно всем. Значит, это мы на первой встрече находимся. В общем, мы поговорили, чуть-чуть пообщались, вот по этому плану. И идем на кухню. Когда вы переходите на кухню, то на кухне вы готовите вкуснейший коктейль. Вы должны всех привлечь в приготовление коктейля. Коктейль делают они, не вы. Вы руководите процессом. Вы к ним обращаетесь и говорите, нам нужна ваша помощь. Ребята, идите все сюда, надо всех позвать туда. Всем раздать какие-то задания, сказать всем, мне очень важна ваша помощь. Все помогают, все участвуют в процессе. Муж, святое дело. Вот. А вы, значит, всех организуете. Это надо делать очень весело, здорово, немножко, так сказать, как-то с юмором у кого получается или без юмора у кого получается. Ну, в общем, у кого как, да. Но надо это делать так относительно весело, социально, я бы сказал так, социально, так. Всех зовем. Здрасте. Как вас зовут? Там Маша, Степа и так далее, да. Маша, вот мне нужна твоя помощь. Где у вас вода находится питьевая? Отлично. Степа, где молоко у вас? И так далее. Что вам нужно еще иметь при себе? Вам нужно иметь при себе, давайте вспомним, что нужно иметь для того, чтобы сделать вкусный коктейль. Значит, список очень простой, нам нужно иметь при себе. Я вам потом объясню, почему. Вы сейчас пока что не удивляйтесь сильно, так, а просто слушайте, а потом в конце вы поймете, почему. Значит, нам нужно иметь в голове стандартный универсальный очень вкусный коктейль, рецепт. Один. Не надо много, не надо заниматься никакой кулинарией. Нужен один стандартный очень вкусный коктейль в голове иметь. И иметь ингредиенты для его приготовления. Что мне нужно для того, чтобы приготовить вкуснейший, универсально вкуснейший коктейль? Универсально вкусный. Обратите внимание, слово универсально ключевое, запишите его. Должен быть такой коктейль, чтобы никто не сказал, мне это не нравится. И никто бы не поморщился. И все бы сказали, слушайте, да, это здорово, это вкусно. Причем это только один рецепт, рецептов 100. Ну вот я вам принес сегодня вот такой. И у меня вот есть мой универсально вкусный рецепт, который я делаю всегда всем. Я его не меняю вообще. Ни разу не менял. Он работает 100%. Никто никогда ничего не сказал. Всем нравится одинаково. И мне очень важно его не менять. Представляете, какая вот интересная, такое вводная. Главное не менять коктейль. Я вам объясню потом, почему главное не менять коктейль, а сделать его стандартным, одинаково вкусным для такой встречи. Сейчас объясню. Тут нет никаких жестких правил. Это просто личный опыт, которым я с вами делюсь. Значит, что мне нужно? Мне нужно иметь формулу 1 шоколадную. Можно иметь вместо, если шоколадной вдруг нет, то значит печенье, кремовое печенье. Но в принципе шоколадный. Потом мне нужно иметь восстановление силы банку с собой, мою. У клиента, скорее всего, ее нет. Поэтому мне нужно иметь свою. Шоколадный коктейль тоже у него, скорее всего, нет. Мне нужно иметь свою. И поэтому, да, мне нужно иметь, не поверите, замороженную клубнику. Мне нужно иметь замороженную клубнику. Если у человека есть, заранее договорились, я спрошу, у тебя есть замороженная клубника? Он говорит, у меня есть замороженная клубника. Ну, отлично. Вот делаем замороженную клубнику, его используем. Но чаще всего у человека нет замороженной клубники. Поэтому я приношу свою замороженную клубнику. Свою личную замороженную клубнику. Представляете, как интересно. Вы даже не ожидали такого развития событий. Мне нужно молоко, воду, формулу 1 шоколад. Мне нужно восстановление силы и замороженная клубника. Это мои главные ингредиенты. Вы сейчас поймете, почему мне это вот именно так, в таком раскладе нужно для того, чтобы все правильно произошло. Чуть позже мы это поймем. И вот я вовлекаю всех в эту игру и всем раздаю, значит, задания. Значит, ты, Маша, делаешь. Ты, Маша, давай молоко наливай. Ты, Степа, воду. Значит, ты наливаешь. Значит, ты за ложку ответственной, ты за кнопку ответственной, ты за клубнику ответственной и так далее. Клубнику я свою приношу в сумке-холодильник. У меня в машине сумка-холодильник со льдом с таким вот и с элементом охладительным. И там лежит моя замороженная клубника. И, значит, у нас коктейль такой вот, значит, берем. Ну, я вам в конце покажу, как это все делает. В конце. Это будет бонус такой. Я вам покажу самый вкусный в мире рецепт коктейля, универсально интересный. Вот это то, что мне нужно иметь для того, чтобы у меня появился очень интересный коктейль. Все делают коктейль, потом мы его разливаем, пьем этот коктейль. Всем нравится, все в порядке. И потом наша цель, значит, давайте двигаться дальше. Значит, попили коктейль, все счастливы. Потом мы, как правило, всегда еще я пью, еще делаю, значит, чай с алоэ. Ну, если это у клиента дома есть, то мы можем попить его. Если нет, то я несу все свое. Я обязательно несу все свое, кстати говоря. Потом объясню, почему. Потом мы обсуждаем все. Попили, поели, со всеми познакомились, посмеялись. Ничего не предлагаем покупать, да. Я напоминаю, ничего. Никаких лекций не читаем. Обсуждаем, сели с хозяйкой, да, с нашей клиенткой, обсудили следующий уровень игры, помощник капитана, что нам в команду требуется помощник капитана. И объясняем, зачем это нужно, что это такое, если новый клиент, и он не знает, о чем идет речь. Да, потом мы, значит, какие-то преимущества, зачем, что это такое, что он получает, помощник капитана. Ну, там, как правило, речь идет о том, что вот у него, если есть несколько игроков, которых он привел, то он может иметь, значит, уже свою там прибыль, окупать свою программу, такая тема была у нас, да, когда-то или есть, и двигаться вперед в направлении, потому что мне нужен помощник капитана, сейчас, ну, прям я сам не справляюсь с работой, мне нужна помощь, да. И человек говорит, ну, хорошо, а что надо делать? Ну, давай проведем домашний кружок у вас здесь, Мария Ивановна, проведем, на следующей неделе соберем двух-трех соседок, подружек, и я приду, мы опять сделаем вот все то же самое, и там появятся клиенты, они пойдут там в марафон, или они пойдут там в клуб, и мы с ними, значит, и вы станете помощником капитана, и тогда у нас появится вот то, о чем я говорил. И Мария Ивановна нам говорит, ну, хорошо, давайте, окей, я говорю, отлично, давайте, кто эти десять человек, нам нужно десять имен, чтобы понять, потому что все равно больше, чем три человека не придут, давайте посмотрим, кто эти десять человек есть сейчас в голове, или потом созвонимся, а потом созвонимся, ну, и отлично, все. Давайте сейчас только мы назначим, потому что у меня же все занято, давайте мы только назначим сейчас на следующей неделе во вторник или в среду в шесть часов вечера, когда удобно, а она говорит, ну, в среду, ну, отлично, все. Дальше мы созвонимся, Обсудим, как приглашать тексты, значит, приглашение, что нужно сказать. Если есть сейчас время 10 минут, мы сейчас можем обсудить текст приглашения, как позвонить и как сказать. Если нет, я чувствую, что мне нужно уходить, я ухожу. Поэтому очень важно уйти. Это отдельный такой разговор. Очень важно уйти. Многие люди не понимают, что надо уйти, остаются надолго, сидят, продолжают что-то там, кого-то убеждать в чем-то. Уже семья смотрит косо на нас, да? Муж хочет отдыхать, смотреть футбол, а мы тут, значит, сидим. Поэтому, ребят, это больше, чем полчаса не должно длиться. Это надо понимать. Весело, здорово сделали и ушли. Ушли. Главное уйти вовремя. Очень важный момент. О чем мы должны были там? Что произошло? Ну, появился новый уровень доверия. Мы здесь побывали. Никто не испугался. Мы нормальные, вменяемые люди. Нас полюбили где-то даже местами. Потому что все прошло приятно. Я ничего не пришел продавать. Ничего не навязывал никому. Вообще принес все свои ингредиенты. Всех накормил. Принес подарки, таблицу гликемических индексов. А если у меня были какие-нибудь еще дополнительные мои кулинарные дела, еще угостил людей. Все свое принес. Вообще красота. Ничего не просил взамен. Понимаете? Очень важный момент. Ничего не просил. Только все нес. Вам давал, 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 давал. И вот, значит, что мы получаем взамен? Взамен мы получаем разговор о том, что... О следующем мероприятии. Вот и все. И в силу того, что я ухожу достаточно быстро, то я никому не успел надоесть. Наоборот, ко мне есть интерес. Интерес этот... Ну, нормальный интерес. Я же ничего плохого здесь не сделал. Понимаете? Доверие есть ко мне. Человек понимает, что я ничего плохого не сделаю. Можно позвать друзей, знакомых, соседей. И вот мы договорились о следующей встрече. Вот и все. Куда уже теперь безопасно позвать соседей и друзей. Вот такая вот тема. Это всегда актуально с первыми, с новыми клиентами, потому что у них сначала изначально низкий уровень доверия, а тут он повышается. Потому что мы побывали дома вместе, что-то готовили, вместе кушали. И я ничего при этом не продавал. Никаких денег ни у кого не просил. Вот. Люди сами спросят про восстановление силы, например. Сколько стоит, как его купить. А потом мы все обсудим. Мне сейчас очень важно не это. Не надо мне ничего продать. Мне нужно сейчас назначить следующую встречу. А потом все продадим. Понятная идея? Едем дальше, дорогие друзья. Вот теперь, когда мы обсудили, значит, эту встречу, теперь мы переходим к следующей теме. Подготовка уже теперь к домашнему кружку. Это целая технология, дорогие друзья. Поэтому многие, кто думали, что оно само по себе, значит, будет как-то случаться, оно не будет случаться. Это нужно выстраивать весь процесс. Но как только вы его выстроили, он у вас будет работать безотказно. Это прям будет поточное производство следующих поколений. Вот увидите. Но я уже не говорю о том, что куча новых продаж, куча новых клиентов, новых капитанов. Все увидите. Пока что продолжаем. Подготовка к домашнему кружку теперь уже с гостями. Значит, нам нужна, у нас есть дата и время назначены. Как приглашать? Мы обсуждаем, как приглашать. Для этого мы должны дать текст, какое-то приглашение, обсудить, как это делать. Обсудить список близких людей. Нам не надо больше, чем 10 имен. Не нужно предлагать человеку составить список из 100 человек. Этого делать не надо. Пугать никого не надо. Кто твои 10 самых близких географически и к тебе вообще? Соседи, семья, друзья. Которые, ну вот прямо здесь им далеко не надо никуда ехать. 10 человек, давай посмотрим в телефоне. Давай, вот что ты им скажешь. Естественно, что это она должна их пригласить. И тут нужно дать человеку текст. Текст можете дать либо напечатанную бумажку, что хуже. Либо если человек запишет сам. Ну, лучше. Ну, не все готовы что-то там записывать где-то. В общем, одним словом, давай обсудим, как приглашать. Давай. Оно немножко индивидуально, это понятно, потому что у человека свой собственный опыт с вами. Дело в том, что кто-то в марафоне, кто-то в клубе, кто-то новый, кто-то старый, кто-то верит, кто-то не верит. Разные люди. Поэтому на самом деле текст приглашения, это приглашение, это про вас на самом деле. Это вас продают. Поэтому она говорит следующее. Она говорит, я тут месяц назад пошла в марафон стройности. Такие там хорошие люди. Я похудела на 2 килограмма. Или я пошла туда только на прошлой неделе. Там такие хорошие люди. Я похудела на 500 грамм. Или не похудела на 500 грамм. Но там такие хорошие люди. Там так здорово. Мне там составили персональный план питания. У меня там есть очень интересный человек. Он уже 10 лет занимается в этой сфере, работает. И просто фантастически. Он ко мне домой приходил. Такие интересные вещи, такие интересные рецепты, такие интересные разговоры. У него есть прибор, который называется Танита. Он меряет 9 параметров организма. И ужасно интересно. Вот он ко мне приходит в следующую среду. И поэтому мы организуем дома кружок у меня домашний. Поэтому давай приходи в следующую среду в 6 часов вечера. Значит, мне нужно знать, точно ты придешь или нет. Можешь или нет. Потому что у меня есть тут место немного на диване. Давай скажи, будешь или нет. Вот и все, дорогие друзья. Это, собственно говоря, весь разговор. Естественно, что он персональный разговор. Поэтому мы не можем точно текст дать. Поэтому здесь есть некий принцип, который я только что вот обсудил. Можно попытаться дать текст. Но это будет грубо. Это будет грубо. Лучше потренироваться с человеком и примерно объяснить, о чем идет речь. В общем, продвигают вас. Продвигают вашу Таниту. Продвигают вашу таблицу гликемических индексов. Продвигают ваш вкуснейший коктейль, который вы сделали. Какие-то рецепты. Может быть. И так далее. И все. И вот так она должна сделать эти 10 звонков. В результате 3 человека скажут, хорошо, мы будем. В результате 2 придут. Я больше бы и не волновался по этому поводу. Вам и не нужно больше. Вот и все. Потом, когда вы уже расстались, когда это все уже, вернее, не так, когда вы поговорили о том, как приглашать, и человек пошел приглашать, вот теперь он приглашает. И вы с ним каждый день на связи. Как идут приглашения. Это не само по себе. Вы не приходите через 5 дней, и там никого нет вдруг. Или наоборот, кто-то есть. Нет-нет, вы это делаете вместе. Вместе имеется в виду каждый звонок новый. Давайте звонимся, потом обсудим, как прошел звонок, кто еще присоединился. Это важно понимать, что вы к этому идете. И вот у вас есть 5 дней до домашнего кружка. Соответственно, вы вместе этот процесс проходите. И каждый день на связи. Даже 2 раза в день на связи. Для того, чтобы убедиться, что все понятно, что люди поняли, какие только вопросы там возникли. Вдруг кому-то удобно в другой день. Если кому-то там 2-3 человекам удобно в другой день, вы говорите, да нет проблем, давай встретимся, кто может в этот день. И еще и в другой тоже встретимся. Вам 2 домашних кружка тоже подходят. И 3, и 5, и 10. Чем больше, тем лучше. Но пока что нужно с ними быть на связи. Нужно убедиться, что гости придут. Что люди подтвердили, что у нее ограниченное количество мест на диване. И в кресле, да? И поэтому нужно точно понять, кто придет, кто не придет. И теперь вопрос, что нужно иметь для проведения домашнего кружка с гостями. Опять все то же самое. Так. Танита. Нужна? Нужна. Продукты. Печенье и шоколад. Нужно иметь. Формула 1. Восстановление силы. Чай. Алоэ. Я бы еще имел бы формулу 1. Значит, грибной суп. С собой я бы имел. Потом объясню зачем. Но я бы тоже имел. Это все надо иметь в машине. Продукты я приношу свои. Я не использую продукты клиента моего нового. Ну, мы не договаривались. Он же деньги заплатил. Это его программа. Есть еще один важный момент, который я хочу сделать. Один шаг назад. Почему еще мне не надо ничего продавать на первой встрече у клиента дома? В особенности у нового клиента. Дело в том, что он и так сам захочет купить что-то из этих продуктов, если он еще ими не пользуется. Например, восстановление силы или, например, шоколадный вкус коктейля. Потому что он купил, не знаю, ванильный. Или он купил печенье. И он сам захочет, он сам спросит. Мне даже не надо это делать. Если он еще нет, у него там, не знаю, чая с алоэ. Он спросит. Все понятно. Разговор состоится. Даже не нужно ничего предлагать. И моя цель, на самом деле, заинтересовать всю семью. Чтобы все захотели пользоваться продуктом. Вот в чем главная цель. Потому что, если они тоже захотят пользоваться продуктом, и люди поймут, что вот это их идеальный завтрак, условно. Вот что надо на завтрак вместо сэндвича. Если вот это будет произнесено, и людям понравился сам коктейль и сам чай с алоэ, то семья присоединяется к использованию. Это означает сразу, что продукты, которые он только что купил, их хватит не на месяц, если это была месячная программа, а на неделю две максимум. Это означает, что семья уже теперь не 80 очков потребляет, а 150 в месяц. Вы присоединяйтесь к семью таким образом. Вот в чем еще смысл первой встречи. Кроме того, чтобы назначить домашний кружок, смысл привлечь семью удвоить, утроить использование продукта дома. Благодаря тому, что другие члены семьи присоединились. Вот какая основная цель. А не продать больше продуктов. Они продадутся спустя несколько дней, не волнуйтесь. Главное привлечь всех. Значит, тут мы опять возвращаемся. Что нам нужно иметь для проведения домашнего кружка с гостями? Тонита, продукты. Нам надо иметь таблицу гликемических индексов, нашу обещанную. Хороший блендер надо иметь. Если у человека есть хороший блендер, прекрасно. Если нет, приносите свой, не бойтесь. Если у вас есть машина, все должно быть в машине. Вот так вот мы и строили. Первые 18 лет все было в машине. У всех стояла большая коробка такая. В этой коробке все. Весы были. Тониты не было тогда. Были просто весы. Блендер. Не поверите даже, что еще у людей было в машине в начале 90-х. Еще был телевизор с видеомагнитофоном. Чтобы показывать видео. Даже такое было. Ну, потом это прекратилось все. Как только у всех появились видеомагнитофоны, уже дальше этого не было. Уже дальше просто с кассетами ездили. А для начала вообще было все. Вот проблема была у тех, у кого машин не было. Поэтому они таскали с собой сумки. Ну, там не было никаких телевизоров и видеомагнитофонов. Но там были все продукты на случай чего. И там все было. И весы там даже были. Потому что не у всех весы были даже на поле дома. И вот, значит, нам нужно иметь, это все мы сказали, нам нужно иметь замороженную клубнику, сумку-холодильник нужно иметь, если у человека нету. Если это клиент продвинутый, и он может, ему интересно, и он сам сказал, да, я куплю сам клубнику, не надо мне клубнику, нет проблем. Или у нас есть дома клубника замороженная. Нужно только убедиться, что есть молоко, что есть клубника. И нужно иметь в машине продукты для продажи. Но в дом их заносить не надо. Потому что вы не хотите делать вечеринку, значит, или встречу, связанную с продажами. Другая совсем суть. Они все равно все купят, не волнуйтесь. Просто не надо, это не должно быть впереди, это должно быть сзади. Ну, то есть в багажнике, грубо говоря. Пусть там и лежит. Едем дальше. Значит, мы готовы идти, у нас есть дата, у нас есть гости, мы все знаем, мы все поняли, у нас все готово. И вот мы туда идем. Что мы там делаем? Мы приходим туда на полчаса раньше для того, чтобы обсудить с хозяйкой проведение встречи. Тут нужно понимать, что уже вся семья знает, муж знает, дети знают. Никто не волнуется, что тут за люди пришли и о чем идет речь. Все уже все знают. Дело в том, что вы тут второй раз уже, я вам напоминаю, понимаете, это уже сюрпризом не является. Вы уже вообще тут член семьи, можно сказать. Со всеми познакомились, посмеялись, поели, попили, поговорили. Вот зачем нужна была еще первая встреча. У первой встречи очень много целей, та, которая без гостей. Вот, она очень важная. Значит, встречаем гостей, знакомимся, разговариваем с ними совершенно так весело, поверхностно, позитивно. По-английски это называется small talk. Небольшой такой разговор со всеми. Всех знакомимся, всех-всех. Кто-то кого-то знает, кто-то не знает, все знакомятся. Вот, первые вот минуты. Можно сделать, значит, напиток, чай с алоэ в одном стакане, приготовить в такой, этой самой, значит, в кувшине, да, и всем разливать. Все, кто заходит, пьют чай с алоэ. Это вот какая-нибудь может быть легкая музыка фоновая. Кто хочет, может встать на тониту. Не надо насильно никого приглашать вставать на тониту. Кто-то увидит, что кто-то встал, кто-то спросит, а что это такое. Говорит, это такая тонита, она меряет 9 параметров организма, очень интересно. Кто хочет, можно встать, померить. Значит, ну это очень быстро, и не надо обсуждать результаты. Крайне важно сейчас не начать заниматься велнес-тестом. Это не про велнес-тест, это про то, чтобы показать, что вы тут профессионал, что у вас есть некий прибор, который меряет все подряд, и вы в этом деле ориентируетесь, и вы молодцы. Вы просто записываете в тетрадку результаты, не обсуждаете результаты, не дай бог никому не говорите, что тут что-то у вас есть какие-то проблемы, записали все, так, как вас зовут? Маша. Маша, отлично, значит, это так, это так, это так, это так, все. Супер, потом обсудим, отлично, все. Почему потом обсудим? Ну вот как раз потом и обсудим, вам нужна встреча с этим человеком дальше. Индивидуальная, там, где состоится продажа, поэтому там обсудим. Сейчас ни в коем случае, ни в коем случае никому не сказать, что у вас тут есть проблемы. И вообще нельзя в это дело никаким образом начинать сейчас велнес-тест. Это Танита, это не велнес-тест, Танита, это вы такой молодец, так? Поэтому, а велнес-тест потом. Просто мы сейчас уже измерили, потом обсудим. Теперь, когда мы это вот все сделали, вот эти первые минуты прошли, люди уже все собрались, уже все попили чай. И кто хочет, встал на Таниту, кто не хочет, не встал на Таниту. И все, как только вы поняли, что все здесь, всех зовем на кухню. Больше нам здесь делать нечего уже. Нам нужно идти на кухню. Нам нужно сказать спасибо, значит, поблагодарить хозяйку, что она всех тут пригласила. Это она пригласила, обратите внимание. Она нас всех здесь пригласила. Давайте мы ей скажем спасибо. Спасибо, Мария Ивановна. Идемте, ребята, идемте на кухню, мне нужна ваша помощь. Все то же самое, что с семьей. Мне нужна ваша помощь, идемте на кухню. Сейчас мы будем делать самый вкусный в мире коктейль, который является основой сбалансированного завтрака и сбалансированного питания. Идеального завтрака и сбалансированного питания. Никаких лекций по питанию читать нельзя. Никаких не начинайте даже близко, не думайте. Просто достаточно просто вы можете по дороге. Ребят, кто чем завтракает? Поднимите руку. Окей, кто? Давайте. Вы чем завтракаете? А вы отлично, молодец, здорово, все молодцы. А одна говорит, а я вообще не завтракаю. Супер, молодец, все отлично. Сейчас я вам покажу научно подготовленный за 40 лет 300 ученых у нас трудится. Так, сбалансированный идеальный завтрак. Вот наши продукты, в них входят все необходимые ингредиенты, которые нужны для того, чтобы восстановить все, все, что не хватает организму утром, после длинной ночи, после 12 часов отсутствия еды. Нам необходимо все вернуть организму, потому что все было потрачено за ночь. И вот здесь все есть, и это очень вкусно, и давайте будем делать. Значит, как вас зовут? Света. Света, вы отвечаете у нас за воду. Вы за молоко, вы за ложку, вы за кнопку, вы за клубнику. Вы насыпаете порошок отсюда, вы насыпаете порошок отсюда. Вы отвечаете за крышку блендера. Раздали всем задания. Весело, здорово, легко, легко. Никаких, еще раз, лекций. Люди могут вопросы задавать, а что это, а как это, это сколько стоит, а почему именно это. Никуда вы, ни в какие разговоры не входить. Скажете им отличный вопрос, мы потом все обсудим. Супер, здорово. А пока что мы сейчас сделаем коктейль. Давайте. Не отвлекаемся, девочки, молодцы. Девочки, молодцы. Всех хвалить со страшной силой. Очень много хвалим всех. Ну, естественно, хвалить надо не переусердствовать, чтобы люди не подумали, что вы тут, значит, что-то их куда-то заманиваете. Да, оно должно быть так хорошо, весело и органично. Значит, едем дальше. На кухне. Это мы сказали. Всем раздать, значит, задания, распределить роли, всех вовлечь в процесс. Мне нужна ваша помощь. Все делают коктейль, вы ничего не делаете сами. Это они делают. Настолько важно, что это они делают, что вы это увидите на месте, почему это так важно. Вот когда они это сделают, они выпьют и они скажут. Вот тогда они все купят тоже. Потому что это они уже все сделали. Это их. Они уже с этим срослись за эти полчаса. Понимаете? Поэтому очень важно. Коктейль должен быть универсально вкусным. Я вам потом в конце дам рецепт универсально вкусного коктейля. Универсально означает для всех. Я вам потом объясню, почему даже и рецепт надо какой-то один иметь и вообще не заниматься с рецептами. Потом объясню. Это нужно потом. Очень важно. Потому что иногда люди, когда они думают, что вот мы сейчас пойдем делать там коктейльные вечеринки, они там хотят делать много разных рецептов. Понимаете? Для того, чтобы всех удивить, чтобы всех удовлетворить, чтобы у меня было 5 разных вариантов, 10 разных вариантов. Давайте еще такой сделаем, еще такой сделаем. И вот мы сидим весь вечер, делаем разные рецепты. А дело вообще не в этом. Вообще не в этом, дорогие друзья. Значит, пьем коктейль. Это может быть пол порции коктейля, если вечером люди поужинали. А если кто-то, например, не ужинал, вы можете прямо спросить, кто ужинал, ребята, там ужинали, ну, тогда пол порции. Кто не ужинал, тогда полную порцию можете налить. Главное делать много. Много. Я вам потом покажу еще раз сам рецепт, и вы поймете, сколько вам нужно, исходя из количества людей присутствующих. Важно, опять, не читаем лекции по питанию. Не вступаем ни в какие споры. Ни в какие споры. На провокации не отвечаем. Все имеют право на свое мнение. Вы скажите отличный вопрос. Все, запишите, запомните. Мы с вами потом обязательно обсудим. Только позитив. Вас никто не может спровоцировать. Ни на какие споры. Это очень важный момент. Вы не для этого сюда пришли. Вы пришли строить отношения, показать, какой вы молодец, какие у вас приборы, какой у вас вкусный коктейль. И, в принципе, у вас нет времени. Много. Много времени нет. Вы тут не собираетесь сидеть до позднего вечера. У вас следующая встреча скоро. Есть у вас встреча или нет. У вас в голове должно быть, что у вас скоро следующая встреча. И тут не надо сильно много времени тратить. Я вам сейчас объясню, почему и как закончить. И какие цели, конечно, итоги. Значит, если у вас есть какие-нибудь простейшие кулинарные рецепты с собой, там, вафли какие-нибудь, или еще что-нибудь такое, что люди могут сами сделать дома легко, им ничего не нужно. Там, не знаю, вафельница условно. Причем она тоже не у всех есть. Вафельница. Но это, по крайней мере, понятно. Не надо ничего печь. Не надо никаких суровых кулинарных рецептов, которые люди повторить не могут. Самые простые примитивные вещи. Значит, если они у вас есть с собой, вы приготовили, можете угостить. Но, в принципе, это необязательная часть программы. Ничего не предлагать купить. Купить ничего не предлагаем всем этим людям. Вот у вас есть пять гостей, а вы мне предлагаете купить. Представьте, какая интересная ситуация. Это не от вас должно все исходить. Это будет исходить от них. Кто-то из них спросит, сколько это стоит. Ну, вы понимаете, да, что кто-то из них это спросит. Чем меньше вы предлагаете, тем больше люди интересуются. И чем больше вы предлагаете, тем меньше люди интересуются, сразу закрываются, и на этом вы все теряете. Поэтому вы ничего не предлагаете купить никому. Они уже пользуются продуктом. Поэтому в какой-то момент они скажут, да, ну я напоминаю еще раз, что это ваши все продукты. Это не продукты клиента. Это очень важно понимать. Клиент купил продукты себе и своей семье. А это ваши продукты. Вы принесли для дегустации свои продукты. Это важно понимать. Чтобы у клиента не было сомнений относительно того, чьи это продукты, это нужно сразу заранее все клиенту сказать, что я принесу все свои продукты, ты свои продукты не трогаешь, это твое все. Тогда у него нету страха, что ой, сейчас у меня тут все съедят, я за это заплатила деньги, сейчас у меня половину съедят, мои друзья. Поэтому это очень важный момент. Дегустация ваша. Кто-то спросит, сколько это стоит. Не вступать, никакие цифры не называть. Поэтому не волнуйтесь. Это универсальная, вернее, это персональная программа. Поэтому если кто-то захочет, чтобы мы вам составили, я потом сяду с каждым отдельно, мы посмотрим на результаты измерений наших, которые мы сделали на нашем мониторе. И составим вам программу, и тогда мы разберемся, что именно вам нужно, потому что это персональное питание, мы вам также наладим питание в течение всего дня, научим вас работать с инструментами, с таблицами, как правильно заказывать продукты, как ходить, если заказывать, как ходить, покупать продукты, как готовить списки, что готовить дома, чем кормить семью. Мы все это обсудим с вами. У вас будет персональный план питания. Тогда мы поймем, сколько это стоит. Но это стоит в любом случае меньше обычного питания. Меньше обычной еды. Я ушел от всех цифр. При этом я много чего сказал, и при этом я не сказал. Потому что я не хочу сейчас говорить ни про какие цифры. Это важно. Если они захотят, они у нее спросят все равно. Поэтому это сейчас не важно. Главное, мне сейчас не уйти от того, куда мне нужно прийти. Мне нужно прийти в определенную точку во всей этой истории. Мы говорим, мы можем каждому составить индивидуальный план питания, поможем включиться в наш новый, очень интересный, популярный проект «Марафон стройности». Следующий забег марафона, каждый забег длится 10 дней, следующий забег стартует в среду, там условно, или там 1-го числа, или 16-го числа. И вот Мария Ивановна, она у нас уже в забеге, она у нас похудела на полтора килограмма, она молочина. Очень интересно у нас, сообщество у нас очень здорово. Поэтому кто хочет, скажите, мы вам составим индивидуальный план питания и вас добавим в наш проект. То же самое с клубом. Если речь идет про клуб, приходите к нам в клуб. Маша ходит к нам в клуб, она уже похудела на полтора килограмма. В общем, то же самое, все то же самое, принцип тот же самый. Соответственно, ваша цель сейчас назначить индивидуальные встречи с этими людьми. Вот в чем цель. Назначить, было там трое гостей, вот три встречи ваша цель назначить. А поэтому ничего сейчас не надо было пытаться продавать. Как только вы сказали, мы сейчас вам продаем, и вот цена на это, то люди скажут, ну окей, я понял идею, все, до свидания. Я все понял. Тут нет неотвеченных вопросов никаких. Я понял, что это, я понял, зачем это, я понял, сколько это стоит, до свидания. Все. Получил всю информацию. Поэтому не нужно как раз эту информацию давать, а наоборот, нужно встречи индивидуальные назначить. Вот смысл домашнего кружка. Назначить индивидуальные встречи. Теперь всегда кто-то захочет, скажет, а я вот сейчас хочу. Например, сейчас можно с вами поговорить, прямо пока мы здесь. Я ехала с другого конца города, можно сейчас? Это нужно очень аккуратно, потому что нужно понимать, что какая ситуация дома. Удобно это хозяйке, неудобно хозяйке, муж ходит, смотрит косо. Мы не знаем, какие там обстоятельства. Поэтому нужно это учитывать. Соответственно, если это всем удобно, хозяйке удобно, то можно сейчас остаться с кем-то одним поговорить. Но не нужно сейчас, не имелось в виду все это сейчас начинать здесь делать. По крайней мере, вот так вы это подаете. В машине у вас есть продукты, на всякий случай. Если дело дойдет до продажи сейчас, и кто-то из этих гостей остался и говорит, я мне вот прямо сейчас все, я дико хочу, у меня все с собой, деньги, платеж, все есть. Ну, пойдем навстречу с трудом. С трудом спустимся с пьедестала почета и окей. Но в принципе, ребята, надо играть другую игру. Надо играть более продвинутую игру, смотреть на 2-3 шага вперед. А не стремиться сейчас что-то тут вот значит продать, потому что вам нужно всех значит, со всеми встретиться. Опять, значит, обмениваемся телефонами, назначаем встречи. Вот в чем смысл. Обмениваемся телефонами, назначаем встречи. Как только встречи назначились, будьте уверены, там все продастся на всех встречах 100% уже. Потому что, ну, люди уже все поняли, все услышали, теперь им нужно только, если встреча назначилась, там 100% продажи. Когда произошла встреча, там уже следующее, то в эту же самую встречу вы назначаете, если она была в клубе, назначаете встречу дома, если она у человека дома, вы там же назначаете встречу с гостями. Следующее поколение пошло, да? Следующие круги знакомых. Вот, теперь важно уйти. Опять все то же самое, ребят. Важно уйти, не надо часами тут сидеть и все это дело растягивать. Вас должно быть мало, вас не должно быть много. Запишите, это важная фраза. Вас не должно быть слишком много. Вам нужно уметь вовремя уйти. Как только цель достигнута, а цель у вас это обменяться телефонами, назначить встречи. Цель достигнута, все, поговорили, small talk, немножко тут, здесь, посмеялись, обменялись и расстались, дорогие друзья. Надо вовремя уметь смыться. Значит, дальше. После домашнего кружка с гостями заключение. постараться назначить встречи и встретиться со всеми участниками, которые там были. Индивидуально закрыть сделки. Обсудить с клиентом, с хозяйкой, где мы это делали, результаты. Нужно обсудить результаты. Как прошел домашний кружок. И нужно назначить, дорогие друзья, следующий домашний кружок. С ней же, у нее же дома, с другими гостями, часть из которых не смогли прийти в этот раз, а часть это другие люди. Сразу же назначаем следующий домашний кружок. У нее дома. Тут же мы обсуждаем, что такое капитан команды. Капитан команды нам нужен, да? А для этого, значит, вот у нас появилось два кандидата, нам не хватает еще шесть. Поехали. Назначаем следующий домашний кружок. Я делаю, продолжаю делать всю работу. Я все приношу свое. Ты не волнуйся, ты только вот давай. Ты молодец, надо похвалить хозяйку очень сильно. Она пригласила людей. Мы все это сделали. Все было супер. Все было просто супер. Давай еще раз это сделаем. Вот. Теперь мы уже обсуждаем. Нам нужны продукты. Нам нужно делать заказ. Поэтому мы обсуждаем. Маркетинг план. Показываем картинку. Да? Я напоминаю картинку. Для всех показываем картинку. Маркетинг план. Обсуждаем. Обсуждаем заказ 500 очков, потому что у нас три потенциальных клиента. Нужно их обеспечить продуктами. Поэтому заказ 35 процентов. На прибыль мы, собственно говоря, окупаем за счет прибыли. Окупаем твою собственную программу следующего месяца. Если у нас больше клиентов по дороге получается, мы обсуждаем тысячу очков, 42 процента. Так? Следующий домашний кружок назначаем через неделю. Чтобы человек не волновался, нам всегда нужно через неделю. У нас всегда все через неделю. Но если вы со всеми это обсуждаете, у вас все дни расписаны на домашние кружки. Когда мы строили наш бизнес первые годы, мы проводили по 3-4 домашних кружка в день. В день. Каждый день. Вот только так и ездили по домашним кружкам. Либо назначали домашние кружки и обсуждали и приглашали. Либо ехали туда. Это были либо встречи с одним клиентом, либо когда клиент кого-то позвал уже. Но это было вот весь день был расписан на эти домашние встречи. Поэтому это самый эффективный способ дойти до глубоких поколений, развить круги знакомых и построить новых супервайзеров активных. В нашем контексте сегодня кто-то пойдет в клуб, кто-то пойдет в марафон, кто-то пойдет и в клуб, и в марафон, кто-то никуда не пойдет. Но лучше, чтобы пошел. Значит, мы сказали, снова возвращаемся к списку знакомых, обсуждаем следующих гостей на следующий кружок. И так каждую неделю. Каждую неделю мы проводим домашние кружки. Если у этого человека есть на работе люди, знакомые на работе, и это в другом конце города они сюда не приедут, и есть идея у кого-то такая возникла, мудрая идея на рабочем месте провести домашний кружок, который будет уже не домашний, то если это удобно, и там есть какое-то место, и время, и фокус у людей, то можно и на работе провести. Ну, такое бывает. Лучше всего дома, и лучше всего вечером, но бывает и на работе. Всякие обстоятельства. Но нужно убедиться, что на работе будут условия правильные, потому что если нет правильных условий, то это будет сложно. Это мы сказали. Теперь давайте мы подведем итог. Обратите внимание, благодаря вот этой системе домашних кружков многоуровневой с каждым следующим клиентом мы делаем все то же самое. Появился новый клиент под Мариеванной, мы с ним идем делать все то же самое. Как будто бы он наше первое поколение. Появился следующий, теперь это наше первое поколение. И мы со всеми работаем вот все то же самое. Нет поколений никаких. Чем глубже, тем лучше. Таким образом мы строим многоуровневую команду и создаем быстро капитана нового. Сами создаем. Вот эта система позволяет нам не ждать, когда кто-то кого-то приведет, а самим создать новую команду с новым капитаном. И ему уже некуда деваться. Дальше мы создаем вторую команду. Все, у нас без пяти минут активный супервайзер. И понятно, что у нас наша 90-дневная программа квалификации в активные супервайзеры работает. Она работает, вот когда мы вот такую работу делаем, а не сидим и не ждем у моря погоды. Ну вот, дорогие друзья, а теперь бонус обещанный вам универсально вкусный коктейль. Сейчас я объясню, почему универсально вкусный коктейль, почему он один. Ну, иногда их бывает два. Иногда это бывает суп. Если вы хотите удивить действующих клиентов, потому что новый продукт, допустим, ну, зима, люди любят суп кушать. Можно приготовить очень вкусный суп, только он должен быть прям очень вкусный, очень сытный. Это не просто суп, значит, грибной, а нужно туда добавить белок, можно туда добавить какие-нибудь, покрошить зелень, еще что-нибудь. Надо сделать суп. Хороший, да, горячий, хороший, в блендере сделать суп, так, чтобы молоко можно подогреть немножко, сделать, в общем, сделать очень хороший, очень хороший, вкуснейший суп, так, чтобы публика рыдала. И тогда всех супом накормить можно, если люди, действующие клиенты, им это интересно тоже. Но это они должны делать. Напоминаю, это не вы им делаете, это они все делают. И в скобках, кстати говоря, обращение ко всем операторам клубов. Если вы продолжаете делать людям, они к вам приходят в клуб, а вы им все делаете, коктейли, чай, вы им делаете, то вы работаете официантом, а вы не должны, вы должны быть организатором. Организатор, от которой организуют процессы, клиенты сами делают коктейль, сами делают суп, сами все делают. Поэтому иначе, ну кто захочет вас дуплицировать, если вы все время стоите за стойкой и все для всех готовите. Это просто в скобках такое интересное замечание, поэтому нужно вовлекать всех в процесс изначально. Это ваша лидерская роль. Я вам сейчас поделюсь с вами своим собственным рецептом коктейля. Вот так он выглядит. Слева, он находится слева. Это мой секретный рецепт, универсальный, который работает в 100% случаев. Значит, это половина воды, половина молока. Ну, это зависит от количества порций, понятно. Половина воды, половина молока, шоколадный коктейль, две ложки на порцию и две ложки столовые восстановления. Ну, вы можете мерно использовать, я говорю просто примерно количество. Значит, это три ложки мерные, формула 1 на порцию и три ложки мерные восстановления силы на порцию и там, не знаю, 5 больших ягод клубники замороженной, половина молока, половина воды. Это фантастический вкусный рецепт. Для этого нужен хороший блендер, который взбивает все это дело вместе с клубникой замороженной. Она придает текстуру, вкус. Очень вкусный коктейль. Получается шоколадно-какао-лубничный. Вкус фантастический. Все рыдают. Клиенты, которые здесь находятся, которые еще восстановления силы и шоколадный коктейль не покупали, обязательно захотят их купить себе в свою семью, потому что понравилось домашним. Всем домашним понравилось. Все захотят восстановления силы. Это, собственно говоря, еще и продажа восстановления силы одновременно. И в чем смысл? Почему один коктейль мне нужен? Почему мне не надо разные рецепты? Почему мне вообще не надо никого удовлетворять? Потому что у людей же разные вкусы, а вот этот всем нравится. А раз он всем нравится, значит мне нужно на нем и сфокусироваться. Потому что в чем смысл? Смысл не в разнообразии коктейлей. Смысл в количестве проведенных домашних кружков. И в количестве там гостей. И больше ни в чем, поверьте мне, дорогие друзья. Дело вообще не в рецептах. Нужно иметь просто один очень вкусный рецепт. А потом дома их учить другим рецептам. Присылать им другие рецепты. В клубе делать другие рецепты. Нет проблем. Но вот в момент домашних кружков вам нужен стандартный процесс. Стандартный процесс, дорогие друзья, нужен. Это как конвейерное производство. На конвейерном производстве вы делаете одну деталь всего. Не 20 разных деталей, а одну. Потому что конвейер, он не делает разные. Он делает одну деталь. Поэтому, чтобы делать разные детали, нужно иметь разные конвейеры. А вам нужно превратить расширение кругов знакомых в конвейерное производство. Для этого нужен стандартный очень вкусный коктейль. Один. И все. Он всем нравится. Если у вас есть другой какой-нибудь, имейте право. Я вам делюсь своим собственным. По блату. Никому не рассказывайте. Это секретная информация. После коктейля мы обычно пьем, или до коктейля, или после коктейля мы обычно пьем чай с алоэ в одном стакане. Он может быть теплый, или он может быть холодный, в зависимости от времени года. Но, в принципе, обычно мы пьем. Я лично пью сначала коктейль, потом чай. А кто-то пьет сначала чай, потом коктейль. Это совершенно не важно. Важно, что вот это то, что у нас есть во время домашнего кружка. И тогда люди понимают, что вот это она и есть эта программа. Это вот она и есть. Причем, если они не хотят восстановления сил, они могут, не знаю, просто белок. Или две ложки. Некоторые даже у меня есть знакомые, которые говорят, Ну, вот у меня есть две банки Формулы-1, одна печенье, одна шоколад. Ну, давайте возьмем, значит, там две ложки печенья, две ложки шоколада. И вот у нас будет только из Формулы-1. Добавим туда клубнику. Такое тоже есть. Но вот это мое. И оно у меня очень хорошо работает. Потому что суть, еще раз, не в обилии рецептов, а в обилии домашних кружков. И в поточном производстве, назначении, проведении этих домашних кружков. Дорогие друзья, значит, если мы пойдем по этому сценарию, то у нас начнет выстраиваться совсем другой вид бизнеса, я вас уверяю. Вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, клубом-марафоном или клубно-марафоном? Клубо-марафоном. И вот реальная гибридная модель – это вот сочетание как раз вот этих трех. Клубы, марафоны и домашние встречи, вот эти домашние кружки, развитие кругов знакомых у людей. Либо гибридность еще бывает, значит, если у вас нет клуба, то марафон и домашние кружки. Поэтому, дорогие друзья, спасибо за внимание сегодня. Я надеюсь, что это помогло нам вернуть или поможет нам вернуть наши навыки, связанные с реальными классическими прямыми продажами, как оно было, есть и будет, я уверен. Поэтому до встречи скоро на экстраваганзе. На экстраваганзе у нас будет, кстати говоря, очень хороший тренинг тоже по гибридной модели. Он будет еще шире, он еще будет включать в себя те мероприятия, которые нам необходимо проводить в течение месяца в городе, городские мероприятия. И мы будем говорить обо всем для того, чтобы ваша организация росла. А пока что спасибо за внимание, всех вам благ, до будущих встреч и до встречи на экстраваганзе. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok